Сегодня я вам прочитаю часть вторую моей сказки, которая называется «Из жизни зубных фей». С исчезновением феи интересное еще не кончилось. Через минуту после того, как все стихло, в соседней кроватке раздался тихий шепот. «Лять, а ты спись!» Младшей сестренке Златы Диане было всего два с половиной годика, поэтому она говорила очень смешно, не все буквы и слова выговаривала, но всем это очень нравилось. «Лять, а к нам фея пипетела?» – спросила Диана. Но Злата крепко спала и ничего не слышала. Оказалось, что Диана проснулась от света и разговора Златы с феей, но старательно делала вид, что спит, так что никто даже и не догадался, что она все видела и слышала. Диана поворочилась еще несколько минут и опять заснула. Утром Злата проснулась с ощущением чего-то важного, что случилось ночью, но никак не могла вспомнить, что там ночью было и решила, что ей приснился какой-то сон, который она благополучно забыла. Ну и ладно. Зато под подушкой уже не было выпавшего молочного зуба, а вместо него лежала большая конфета. Диана сразу сообщила Злате «К нам фея пипетела», на что Злата ответила «Сама знаю». И разговор на том и окончился. В течение дня Диана несколько раз пыталась рассказать всем о том, что к ним ночью прилетела фея, но никто, конечно же, ее всерьез не воспринял. Все только и делали, что поддакивали, смеялись и умилялись, как смешно звучит слово «пипетела». Так все потихоньку и забылось, до тех пор, пока у Злата не пришло время смениться второму молочному зубику. От того, что он был уже не первый, слез и соплей меньше не стало, все равно Злата порыдала над зубом, но также быстро отошла и стала ждать вечера, когда можно будет положить зуб под подушку и ждать фею. На этот раз Злата решила не спать и ждать, пока фея появится. А то, что она появится, не было никаких сомнений, ведь в прошлый раз зуб ночью таинственным образом исчез, и вместо него под подушкой оказалась конфета. Значит, кто-то ее туда положил. И кто тогда, если не фея? Злата была очень умная и хитрая, поэтому она решила подловить фею в тот момент, когда она приблизится к кровати. Она построила целое сооружение из игрушек, наверхушку которого положила мячик, который по ее замыслу должен был упасть в пластмассовый тазик и загреметь, как только кто-то в темноте наткнется на гору из игрушек. Ну или гора развалится и ее разбудит. План был очень хитрый, но мячик даже не собирался сидеть на вершине горы игрушек и ждать. Он падал сразу же, как только его туда клали. Угроза провала всей операции была как никогда сильна, и тогда Злата придумала другой план. У нее было несколько игрушек, которым если нажать на живот или на лапу, то они начинали петь песенки и говорить с детьми. Злата решила аккуратно разложить эти игрушки у кровати, и тогда каждый, кто подойдет близко, рисковал наступить на одну из игрушек и запустить веселую мелодию. В общем, сразу после того, как мама прочитала им на ночь сказку и вышла из комнаты, Злата накидала вокруг заранее подготовленные игрушки и улеглась спать, уверенная, что на этот-то раз точно не проспит такое важное событие. Диана тоже, на удивление, не стала прыгать по кровати, бегать по комнате и рушить Злате коварные планы. Было жарко. Диана выпила залпом половину своей бутылки воды и сразу легла в засаде ждать фею. Так как сестры даже не разговаривали перед сном, поглощенные каждая своими мыслями, то сон пришел очень быстро и уже через 10 минут слышалось дружное сопение двух носиков. Ничто не предвещало того, что случилось дальше. Диана, которая выпила на ночь слишком много воды, вдруг проснулась от того, что захотела на горшок. Но было темно, и искать горшок в темноте ей показалась плохой идеей. Поэтому она просто лежала и тихо звала маму. Мама, конечно, услышала голос любимой дочки, ведь мама, даже находясь в самом крепком сне, всегда услышит своих детей. И пришла на зов. Свет она включать не стала, чтобы не разбудить Злату, которая, если заснет, то ее и пушками не разбудишь, не то что Дианой. Ну и, конечно же, мама наступила в темноте на игрушку и раздался громкий голос. Привет, давай дружить. Мама завержала и в углу джеси отпрыгнула в сторону, приземлившись, конечно же, на другую такую же игрушку, которая как заорет со всей мочи. Солнечные зайчики прыгают по лужам. История, естественно, тут же повторилась и с третьей игрушкой. От этого крика визга и песен Диана от страха написала прямо в кровать. И тоже заверещала во весь голос. Тут проснулась Злата, которая, еще не поняв, что случилось, на всякий случай сразу же присоединилась к общему хору и заорала со всей мочи. В общем, в одну секунду из тихой, темной комнаты получилась орущая на все лады детская. А через несколько секунд дом засветился всеми огнями, так как папа прибежал спасать свою семью и включил все освещение по дороге в детскую и в самой детской. Потом Злата долго и путанно объясняла родителям свою затею с поимкой феи. Диана плакала у мамы на руках и повторяла «Мама, я тебя убью». Конечно же, она имела в виду «Мама, я тебя люблю», но, как вы знаете, многих букв она не выговаривала, поэтому получалось то, что получалось. Мама сама готова была кого-нибудь убить, но она очень любила своих детей, а потому больше переживала о том, что они испугались, чем о себе. В общем, еще полчаса ушло на смену белья в кровати у Дианы, на еще одну вечернюю сказку и уборку территории от орущих игрушек. Мама поцеловала девочек на ночь, выключила свет и ушла. Наступила тишина и покой. И если прислушаться, то можно было услышать, как кто-то очень-очень весело смеется где-то недалеко. «Давно так не смеялась», — сказала фея, утирая слезы от хохота черным платочком из маленькой сумочки через плечо. «Ну ладно, чтобы не терять времени, смотаюсь-ка я пока по соседнему адресу, а эти пусть заснуты». «Потом вернусь», — сказала фея, и мгновенно исчезло. «Потом вернусь», — сказала фея, и мгновенно исчезло. «Коррой Форекс» — сказала фея, и мгновенно исчезло. Курас, за 2 секунд и усчезло. «Потом вернусь» — сказал фея, и мгновенно исчезло.